добрый вечер друзья начинаем сегодняшнее заседание и рт е нужно их пронумеровать и узнать какое оно по счету всех кто сегодня будет во время этого заседания находиться здесь пусть все объединятся со мной в круг всех вас вижу сынок закрой все-таки эту дверь махик итак несколько слов что сейчас происходит октябрь очень тяжелый месяц для всех чем чреват октябрь и что октябрь забирает из-за того что происходит транзит некоторых планет то многие люди они становятся бездушными и именно сейчас в это время теряется осознанность и чувственность это время когда на человека могут влиять как раз вот такие компоненты то есть человек может сам не замечать что он вдруг активно начал работать очень сильно начали работать поздравляю плутон влияет на вас очень сильно начали сосредотачиваться на том что вам что-то нужно срочно нужно сделать поздравляю плутон и кету действует на вас каким образом можно с этим справиться осознанность необходимо и важно очень в этот момент осознанность которая должна у вас появится каким образом нарабатывать осознанность в нашей школе а вообще знаете как правильно называется осознанность во всем мире это целая технология она по-моему называется майнд фулны и переводится как умение быть в осознанность или находиться в настоящем моменте и так далее такая вот забубенная осознанность она нам не нужна нам необходима осознанность внутренней радости что я рекомендую делать обязательно обязательно выходите на улицу обязательно хоть чуть-чуть находитесь без телефонов обязательно хоть немного отдыхайте обязательно хоть чуть-чуть расслабляйтесь обязательно это делаете сейчас сейчас очень важно это сделать вот эта осознанность которая в нашей школе называется осознанностью в радости и осознанностью в любви осознанностью с включением внутренних чувств является чрезвычайно важным в период октября месяца поэтому накуйте себе в октябре месяце путем нашей осознанностью через состояние а мне нравится состояние в дальнейшем счастье которое очень мощно разовьется в ноябре и в декабре октябрь из всех месяцев является самым не очень благополучным не очень благополучным и обычно в октябре в дальнейшем вашей жизни старайтесь в это время выезжать куда-нибудь отдыхать на 10 дней на 15 дней тогда потому что обычно первые недели последние недели сентября и первые недели октября они обычно связаны как раз транзитом плутона с транзитом негативных энергий даже есть определенные в как ю в тибетском мистицизме есть определенные праздники которые посвящены думкур называется которые посвящены гневным божествам которые как раз в это время сентября на октябрь и переходят с внешней стороны горы во внутреннюю сторону горы кайлас и других гор которые находятся в тибете то есть они переходят уже в состоянии такого спячки и будут находиться но транзит их происходит как раз в это время когда происходит транзит это как раз происходит с 7 числа по 14 число это самые такие тяжелые дни для людей когда люди становятся бессердечными готовы придать запросто готовы создавать поступки но еще это время хорошо тем кто участвовал в том чтобы большое количество людей там обижали или наказывали еще что-то то вот эти боги дулкур они могут определенным образом влиять на то чтобы этих людей наказывать ну вот как-то так помните октябрьская ливая революция она произошла как раз в это время ну и нам для того чтобы всегда стоит помнить что это все-таки буддизм и это боги буддизма хоть и тибетского и они следят они неплохие они следят за справедливостью наказывая негодяев а кто такие негодяи это негодяи это те люди которые без радостные которым жизнь не нужна а что такое жить жить это из излучать осознанность жить это ощущать осознанность жить это осознанности так я вообще хочу вам посоветовать каждое утро просыпаться и произносить слова а мне нравится мне нравится это а мне нравится даже скандал вот какой бы скандал вашей жизни не происходил после скандала найдите возможность произнести мысленно что вам нравится а мне нравится вот это а мне нравится вот это даже токсичный человек случае если токсичный можно придумать за что он вам нравится. А ночью, когда засыпаете, помните Логос Десси, нашу книжку? Там я говорил, там была такая вот идея, там было сказано, посвяти все плохое тем, кто с тобой сделал это плохое, а все хорошее посвяти Богу. И когда перед сном будете ложиться спать, скажите, пусть все плохое, что со мной происходило, я посвящаю всем негодяям, которые хотели мне навредить, и пусть все хорошее, что было в моей жизни сегодня, я посвящаю Богу, раз Он для меня столько всего прекрасного создал. И перед самым сном произносите слова, «Ах, как же мне сегодня было хорошо!» «Ах, как же мне сегодня было хорошо!» Эти слова помогут вам более целостно создать для себя совершенно новый мир. Валентина Головань, доброго вечера, Андрей Андреевичу. У меня сегодня день народжения, и, будь ласочка, витягнуть мне, нет карты, нет, ничего не витяну. Я знал, что вы будете в меня сейчас питать, и я их не взял. Так что... Впевнитесь, что все роботы верно. Вы все роботы верно. Я хочу вам сказать. Я перейду на русский язык. Я хочу вам сказать, как человеку определить, делает он правильно или неправильно. Всегда помните о том, что основное накопление человеческой жизни, оно формируется в душе. Если в душе счастья, если вы находите в душе счастья, увеличиваете его, если определить удовлетворение днем и вечером, вот вы дома находитесь, как люди обычно делают, что-то на них влияет, а они начинают. А это не нравится, эти влияют, а эти плохие, эти сволочи, это еще. А там вот так плохо, а там вот так, в родину опасности страна в огне. И это вот так плохо, это вот так, и они себя загоняют. То есть они делают плохо. А что такое плохо? Вот смотрите, когда я говорю, я не хочу, то что я делаю? Не хочу, стой! Стоять не хочу. Как человек обычно живет? Плохие люди, то есть людей оттолкнули. Каких? Всех людей, потому что слово «какой» в эзотерике отсутствует. То есть люди уже плохие, значит людей должно становиться меньше. То есть на работу уже не устройся, потому что все люди плохие. Дальше, там, я страдаю, потому что у меня нет квартиры. То есть что я делаю? Отталкиваю от себя квартиры. Я страдаю от того, что у меня нет работы. Отталкиваю работу. А что нужно делать? Восхищаться. О, какие бывают красивые квартиры. О, какая прекрасная бывает работа. Ой, как прекрасно на улице и мне хорошо. Какие бывают еще мужчины хорошие и так далее. Это тонкая грань, которую нужно уловить и которой нужно пользоваться. Это чрезвычайно важно. И люди, отталкивая все в своей жизни, потом говорят там, правильно я делаю или неправильно. Если вы живете в вашей жизни, много есть состояний хороших. Да, там, поругались. Но поругались это секунда. А жили вы много. Вот как я с ним поругалась. Почему? Он мне, ну допустим, я с ним поругалась. Почему? Он мне изменил. Ну, он изменил за минуту. Ну, он столько лет с тобой жил. Он ничего не предал. Он дальше накручивания. Так, он сказал это, это значит обозначает это, это значит обозначает... Нет. Он сказал то, что он сказал. Не больше, не меньше. Это тоже осознанность. Не домешивайте в слова людей, которые вам что-либо говорят, что-то, что люди вам не говорят. Потому что домешивание таким образом не улучшает вашу жизнь, а ухудшает. А что это у нас так много участников сегодня в РТЕ? А я сейчас посмотрю. Дело в том, что у нас не должно быть так много. Может быть у нас открытая трансляция? Тогда закончим ее. Наживо. Не для всех. Надо же. Что у вас так много сегодня? Не очиковано. Не очиковано. Не говоря. Потому что... Именно поэтому все верно, всегда все верно, во всем все верно. Вы все равно проживете жизнь от начала и до конца. Вы должны знать, что ваш бензин в вашей жизни это ваши чувства, которые вы можете контролировать и осознанно их выбирать. Становитесь добрее, контролируйте доброту, находите внутреннее счастье, контролируйте его, осознавайте, потому что та энергия, которая есть вокруг нас, она способна нас наполнить. Она нас способна наполнить спокойствием. Когда человеку необходимо гулять? Человеку необходимо выходить на улицу и человеку необходимо гулять, если он очень беспокойный. Если человек сидит дома, то он очень беспокойный, он накручивает, накручивает себя, придумывает, придумывает. Такому человеку необходимо гулять. Выйти на улицу, положить дома телефон, сесть где-то на лавочку и просто сидеть. И дышать глубоко. Делать это долго. Татьяна, здравствуйте. Работаю парикмахером, хочу научиться зарабатывать по интернету. Продавая товары, получится у меня или лучше парикмахером? Низкий поклон. Когда-то Маша моя очень переживала, что она пойдет в школу и у нее ничего не получится. Точно так же и здесь. Могу ли я продавать? Я знаю очень много людей, которые решили продавать в интернете и у них ничего не получилось. Но я знаю также очень много людей, которые хотели стать парикмахерами, пробовали и у них ничего не получалось. Я, допустим, очень плохо подстригаю. Меня сестра учила, потом подружка у меня парикмахер была, потом еще там было, потом у меня даже работа такая была. Я там привозил разные из Китая, из Арабских Эмиратов или еще откуда. Вот эти ножницы всякие, расчески, моющие средства для волос, для ухода за телом, с волосами и витамины. И мне там знакомый, он говорит, слушай, тебе надо поучиться и знать, что такое вообще. Ну и вот меня там обучали, там день или два, и человек сказал, у тебя такие корявые руки вообще, ты вообще не видишь. Мне не нравится, я не люблю подстригать людей, мне не нравится держать ножницы, я не понимаю. Хотя человек тогда мне сказал, что у тебя видно вообще не синхронно, там что-то с чем-то. Ты никогда не сможешь играть на музыкальных инструментах. Я тогда промолчал, он не знал, что я играю на десятки музыкальных инструментах, причем профессионально, как специалист. Ну ладно, зато подстригать не могу. К чему я это говорю? Для того, чтобы подстригать, вы уже умеете. Если вы уже умеете подстригать, то смотрите, как мир устроен. Я часто это говорю. Я часто вообще это говорю. Такие слова. Если у вас получается сделать что-то одно, если у вас есть специальность, и у вас получается сделать что-то одно, и сделав что-то одно, у вас получается заработать, и у вас получилось, вы сделали что-то одно, допустим, подстригли человека, и заработали рубль. Теперь вы должны расширить так свой бизнес, чтобы зарабатывать миллион долларов США. Каким образом? Подумать, как это все можно дуплицировать. Что такое дуплицировать? Первое. Как бы я, допустим, будучи парикмахером, развивал это все. Итак, первое. Я успешный парикмахер. Я умею делать одну там другую стрижку. После этого, что я должен делать? Я должен развивать свой бренд. Каким образом я его буду развивать? Я сделаю YouTube канал, сделаю Telegram канал, сделаю канал Instagram, и каждый день буду записывать 4-5 видео, проводить прямые эфиры в TikTok, в YouTube, о том, какие бывают стрижки, как пользоваться волосами, обсуждения там чего-либо, что связано там, показывать, какие бывают стрижки, что делают с волосами после стрижек, находить трендовые темы, ну и так далее. Там развиваться при этом, может быть, какие-то проблемы, которые с этим связаны, или возникают у людей с покраской, со стрижкой, и популяризировал бы место, где я работаю. Второе. После некоторого количества месяцев, популяризируя такую тему, скорее всего, люди бы захотели, потому что многие люди этим интересуются, захотели бы с вами познакомиться. Вы бы могли взять нескольких мастеров, которых бы обучили работать, как вы, продав им такое обучение. После этого дополнительно можно открыть помещение или арендовать помещение, поставить кресло, нанять парикмахеров, которые будут работать исключительно по вашей системе парикмахерского искусства, как вы их научите. После этого самой стать администратором и расширять. После этого, если это получилось, делать там курсы, вести дальше этот YouTube канал, расширять это все, ну и делать все, какие-то дополнительные знания получить, которые связаны с услугами. Смотрите, вы умеете подстригать, тогда можно научиться покраской заниматься, колористикой, можно научиться заниматься, я не знаю чем, выщипыванием, какими-то особыми, пройти какие-то курсы, которые делают там от африканских каких-то косичек до распускания дредов. И, ну я не специалист. До вплоть там поехать в Турцию и научиться там наращиванию или приклеиванию вот этих париков. На сегодняшний день приклеивание париков у меня есть знакомая, которая находится в Киеве. Она единственная в Киеве, которая профессионально прошла курсы в Японии или в Китае. И она покупает мужские парики, которые используют для мужчин, у которых есть поражение или у которых есть абсолютная лысина. У нас в нашей стране огромное количество мужчин, которые после 40 стали лысыми. И некоторые мужчины имеют настолько некрасивую лысину, то есть сбоку волосы есть, а сверху уже волос нет. И она аж блестит. Пересадку, как я сделаю, они уже не смогут. Процесс запущен и потерян. А вот приклеить туда волосы они могут. Женщины есть лысые, которым не парик нужно одевать, а приклеить такие волосы. И вот она прошла такие курсы, цепляет такие волосы, великолепно живет. И в общем-то все хорошо. Вот так. Зачем вам обучаться интернете, продавать? Вы что, продавец? Вы же парикмахер? Зачем вам что-то делать? Зачем? Вы уже взрослый человек, созрели, у вас есть опыт работать вот в этом всем. Зачем вам еще что-то? Я не всегда понимаю людей, но бывает. Итак, первое, что я сегодня хочу вам сказать. Итак, мои дорогие, уважаемые друзья, я хочу вам сказать слова, которые звучат так. Не все, что блестит, золото. Я говорю вам серьезно. Не все, что блестит, золото. И почему? Вы должны знать, что когда вы обучаетесь у нас в эзотерической школе, то у нас в эзотерической школе есть коммуникация. Я выхожу с вами, общаюсь. У меня есть с вами коммуникация. Многие из вас даже умудряются мне в телеграм писать, или в вайбере, или в ватсапе, или где-либо. И я, если могу, конечно, отвечаю. Сейчас контакт я сделал еще ближе. Стараюсь реагировать, видеть, что вы пишете. Также я никогда не отказываюсь от своих учеников. Я с ними общаюсь через YouTube. Я отвечаю на вопросы. Я даже если молчу, то все равно вижу и просматриваю. У меня есть возможности, и я стараюсь школу поддерживать. К чему я это говорю? Вы очень часто начинаете думать, так, у меня нет быстрых изменений в жизни. У меня нет быстрых изменений, мне нужно срочно еще дополнительная информация. Я уже встала на дорожку эзотерики и буду дальше шуровать в сторону эзотерики. Вы должны знать, вы становитесь на грабельке. Почему? Потому что в этой области огромное количество обмана и мошенничества. Какого? Ну, послушайте, продать не значит сделать. Когда там рисуют вот карма и вот так вот это сюда, вот это сюда. А здесь вот сефироты и вот это все. Ну, хорошо, рисовать может каждый. Рисовать может каждый и заплатить может каждый. А первое, вы должны 100% всегда знать, любые организаторы, любых абсолютно курсов, у них задача не научить людей. И еще раз, их задача не научить людей. Любые организаторы любых курсов, их задача заработать деньги на том, что они продают курс. Это их основная задача. Другой задачи нет. Уже после этого они возиться с этим не будут. Вы им неинтересны. Вы есть отработанный материал. В случае, если человек общается очень долго, не берет деньги, если он тянет всех, если он говорит, берите прибежище, если он постоянно общается бесплатно, тогда он тянет группу. Вот как это все происходит. Человек говорит, вот ты можешь, человек попадает ему сообщение, ты можешь теперь, только сегодня, заработать миллион долларов. США дома по 70 тысяч долларов. Все, тебе 45 лет, ты уже должен думать о старости, добавятся деньги. Единственное, что ты должен делать, это зарегистрироваться на сайте 3M4D.com и пройти курс обучения. Курс обучения в интернете, вот мы тебя научим, это 13 курсов будет стоить 250 долларов. Где мы тебе объясним и дальше? Молодой парень начинает говорить, что вот мы начинаем с контента, мы ищем контент, после этого у нас разделение, с одной стороны мы запускаем трафик, этот трафик мы потом берем с контента такого, самое главное, этот трафик потом продать. Поэтому мы делаем услуги для игровых компаний, то есть мы им трафик, но можно такой трафик гнать из себя, это называется арбитраж. Вот он рассказывает это все, а у вас сразу же миллион вопросов, каких, что такое трафик, что такое арбитраж, что такое контент, что такое еще что-то такое, еще что-то такое, а потом в этом нужно разбираться, у вас времени нет, вы хотите деньги зарабатывать, вам же сказали, будешь день зарабатывать, но первое, что они сделали, продали курс, вы этот курс прошли, и потом у вас ряд непоняток, я, а можно мне сказать, да, что ты хочешь, контент что такое, вон тебе гугл, ищи, что такое контент, или вон тебе, ты не знаешь английский, значит изучаете слова, выпиши, начни их изучать, или там человек говорит, на бирже будешь зарабатывать, там еще хуже, там акции, динамика, понятия, математика, экономика, и так далее, как парикмахер вот этим будет заниматься, или же человек говорит, вот мне плохо, я обычно говорю, ну если тебе плохо, купи таблетки, успокойся, позанимайся медитацией, человек говорит, нет, это все порча сглаза, вот у дуйко, и я говорю, нет, это не порча сглаза, это надо таблетки попить, таблетки попить, оно же отпустит, я же знаю это, у меня опыт большой, с такими людьми, или работы с такими людьми, человек говорит, нет, я у дуйко прошел, теперь я хочу, чтобы со мной позанимался, и дальше, знаменитая целительница, вера там Пугачева, которая будет заниматься, и которая уберет у тебя, это подселение, подселенцы, техногенка, техногенцы, инопланетяне, иллюминаты, сейчас очень модно говорить еще, сейчас модно говорить еще, как их называют, рептилии, там и так далее, это все они, и они влияют, кровь высасывают, людей забирают, ацетохром, адренохром, адренохром, и так далее, мир надо спасать, давайте все делать, давайте так далее, и для того, чтобы это сделать, и дальше два варианта, первый, купить пакет семинаров, и там семинар, вот это это обозначает, вот это это, 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 вот это, то есть мироздание, 300 ангелов здесь, под ними там у них иерархии, вот эти такие, эти такие, эти такие, у этих иерархия такая, у этих такая, у этих такая, это в нижней иерархии еще, это путь туда, это путь туда, это путь снизу, это путь еще, а этот как бы не для людей, но надо о нем знать, а это тоже не для людей, но нужно знать, а третий как бы на четверть для людей, но тоже нужно знать, А четвертый половину для людей, а половину для ангелов. А пятый только для людей и для ангелов немножко. Но нужно все это контролировать и новый курс контроль. Ну и вот это все, знаете, раздувается, раздувается. Куча-куча схем, очень сложные понятия. Они увеличиваются, увеличиваются, рисуются всевозможные схемы. Человек погружается в это. Пока человек один рассказывает, вам все понятно. Но задача прежде всего заработать деньги. То есть задача найти вас, задача заработать деньги. Уже потратили на школу Кайлас, то учитесь. Уже если у вас есть работа, то не учитесь ничему. Начните расширять свою работу. Если вы в интернете хотите зарабатывать, но не обучайтесь зарабатывать. Попробуйте начать с того, что бесплатно выложено. Есть миллион всевозможных курсов, не миллион, миллиард, которые бесплатно. Как люди находят то, что можно бесплатно изучать. И все это бесплатно, и складчины бесплатные, какие-то просто курсы выложены бесплатно и так далее. Как моя жена говорит, ты выложил там доктрину бизнеса, ее теперь никто не покупает. Ее никто не смотрит. Она выложена бесплатно, ее покупают у меня. Первая ступень была выложена бесплатно, ее покупают до сих пор. То есть почему это происходит? Потому что одни нашли, а другие не нашли. Поэтому в случае, если вы попробуете заниматься дополнительно поиском, то знайте, у вас всегда будет находиться миллион вариантов. Обращайте на это внимание, потому что в этом направлении на сегодняшний день просто невероятное количество страха, обмана и мошенничества. Страшно обманывают людей, которые идут по эзотерике, страшно обманывают с этими психболезнями, страшно обманывают, обещают что хочешь. И говорят прямо, ну вот прям волшебство магии и так далее. Палочки и малочки, и там и прямо все, и во всех, и ангелы, и демоны, и все служат, и там во всем, и так аж страшно, жути наводят. На самом деле, самая главная задача, когда вы уже платить не сможете, от вас отвернуться, и вы никому не будете нужны. Никто с вами не ковыряться, не копаться не будет. Будьте осторожны. Поэтому всегда помните, не все то золото, что хорошо распиарено. На самом деле, это может быть обычная бижутерия. А как найти золото, это другой вариант. Второе. Не каждый человек может понять вкус брокколи. Не каждый человек может понять вкус сушеного лимона. И не каждый человек может понять вкус труфеля. Кто-то любит труфель, а кто-то козий сыр. А кто-то не любит ни труфель, ни козий сыр. Кто-то любит самогон купить, а кто-то виски. А кто-то любит баранину, а кто-то и свиное мясо. А кто-то любит, что-то кто-то любит, но не каждому дано понять вкус брокколи, не каждому дано понять вкус еще чего-либо. И почему я это говорю? Ваши окружающие вас люди могут часто вам произносить, ты занимаешься эзотерикой, а мы не занимаемся. Открытие третьего глаза это открытие там, сегодня кстати об этом сказали, это открытие там, ну дальше ужас, не хочу об этом говорить. И начинаются оскорбления, начинаются непонимания со стороны людей близких, со стороны родных. Они могут относиться к эзотерике и должны относиться к эзотерике скептически, почему? Потому что очень много обмана в эзотерике, очень-очень много обмана в эзотерике есть. Мы не можем от плевел зерна отложить или каким-то образом идентифицировать, где настоящее, где ненастоящее, как работает, как не работает. И так далее. И ну и я хочу вам сказать, что в большинстве своем люди, которые вот так относятся к эзотерике, они в большинстве своем никогда не изменят свое отношение. Вы должны это знать. А еще есть болезнь такая, называется заболевание кандинского клерамбо. Есть заболевание психическое, когда человек, автоматизм, когда человек говорит, что есть невидимые, эти невидимые со мной разговаривают. И вот эта тонкая грань психического расстройства и развитого надсознания, они иногда воспринимаются как одно и то же. Потому что люди в своей жизни сталкиваются и с одним, и с другим. И это очень-очень чревато тем, что окружающие люди со временем, не видя экспертов в области эзотерики, не видя примера, возможно, эзотерики, они формируют мнение, что эзотерика это не что иное, как психическое заболевание человека. Его мантры и все остальное это зря потраченное время, его там какие-то коды и все остальное это все полная чепуха, полная ересь, все эти семинары это развод лохов и на этом все. И человеку вы начинаете говорить, вот видишь, не видит. Почему? Кто-то может понять вкус брокколи, а кто-то нет. И когда вы дома начинаете говорить дочери, да это все эзотерик, она поможет, зачем? Не пытайтесь этого делать, не стоит даже пытаться этого делать. Почему? Есть стереотипы общества и в стереотипах общества есть люди, которые не верят в Бога и их ненавидят те, кто верит в Бога. Есть люди, которые, допустим, не верят в эзотерику и эзотерикам на самом деле, ну нашим эзотерикам все равно верят или нет. Есть стереотипы, которые считают, вот это все, чем мы занимаемся, дурней. Какой есть выход? Замолчать. Замолчать. Я уже раньше говорил, быть эзотериком это быть человеком, скрывающим, что он эзотерик. Мое окружение, у меня достаточно большое количество людей, конечно же, знает, что я эзотерик. Но у меня уровень такой, что я езжу на мега дорогих автомобилях, ношу очень дорогие костюмы, одеваюсь очень круто, там всегда пахну хорошо, выгляжу лакшери, у меня щеки красные и так далее. И там живу в доме большом, роскошном, сад у меня, прекрасная жена и так далее. И у них всегда там клин такой, когда они узнают, что я занимаюсь эзотерикой, то видя меня, они не изменяют свою точку зрения. Они как считали меня психически больным, так и считают, но боятся. Почему? Им нужно объяснять с другой позиции, а с другой позиции это сатанизм. То есть они между собой, когда разговаривают, они говорят, да это дуйко еще, тот черт, улыбается, улыбается, а в середине там ужас какой-то у него творится. И поэтому я стараюсь, я стараюсь, вот если я в жизни где-либо там хожу, общаюсь или еще что-то, я никому ничего не втираю. То есть если человек говорит, а вот там, я бы мог ему объяснить, я и в жизни не объясню. Даже зная, что с ним будет, даже зная, что произойдет, даже зная, что нужно было бы сказать, зачем он мне, он мне не интересен, он мне не нужен, даже интересен я никогда не скажу. Вот у меня была ситуация, там у меня был друг Виталик, ему не нужно было никуда ехать. И он говорит, я поеду, я смотрю на него, говорю, да зачем тебе ехать, пусть бы к тебе приехали, да я поеду, поеду. А я бы мог сказать, что ехать ему не нужно, но не сказал. А почему я ему не сказал? Потому что если я скажу, я буду эзотериком для него, а он верующий, ему Бог помогает, он купил для себя Бога, он мою эзотерику не покупал. Это его дела, его жизнь, и она меня точно не касается. И не становитесь религиозными сектантами, которые всем пихают, вот ты должен пройти, ты моя дочь, вот что Дуйко сказал. Зачем? Люди не изменят своего мнения, всегда это помните, не стоит даже пытаться этого делать. Они как считали вас психически больной или больным, так и будут. Ну и что? Будьте для них в дальнейшем примером. Когда люди начинают видеть, допустим, успешного человека, то они говорят, как ты стала? Вы говорите, эзотерикой занималась, и я говорю, о боже, о боже, что ж такое? Почему? Это непонимание со стороны этого мира, непонимание со стороны окружающих. Непонимание, ну и что? Такое тоже бывает. И нас не понимают, и не будут понимать. Но зато я обычно эти слова говорю, человек мне пишет, допустим, там, или когда-то, вот у меня семинар такой был когда-то, очень много людей собиралось, и я проводил возле дворца спорта. И собиралась в зале на втором этаже, я прямо сейчас помню, и огромный такой зал, и не было микрофона, и мне приходилось все время громко разговаривать, все время пил воду, и охрип. Целых 10 дней. И там был мужчина, он специально сел впереди, и все время говорил, да все это ерунда. Ну прошел он все 10 дней, да чем ты докажешь, и так далее. Я потом ему говорю, у тебя есть свое имущество, сколько времени в день ты работаешь? Говорит, у меня свой бизнес, я в день работаю 24 на 24. У тебя хорошо получается зарабатывать? Плохо. А у тебя есть свое имущество? Нету. А долги есть? Есть. А вот смотри, а я не работаю 24 часа в сутки. У меня уже и имущество есть, и долгов нет, и накопленные деньги. Жена нравится тебе? Жена не нравится, и дети не нравятся, и я себе не нравлюсь, и вообще мне все не нравится в жизни. А мне все нравится. Ну смотри, если ты такой умный, тогда чё ж ты такой бедный? Если ты такой умный, то тогда почему тебе так конкретно во всем в жизни не везет? Если ты такой умный, тогда почему ты не можешь ничего, только злиться, только ругаться, только показывать свою силу? Почему не складывается так для тебя красиво, как для меня? Я, вот знаете, чем бы в жизни не занимался, как скатерть-самобранка. Чик-пук, расстелилась, все получилось. Понимаете? Особенность такая, особенность. Почему эта особенность есть? Мы читаем коды, один код, как вот такая мантра. Я каждое утро и каждый вечер читаю 100 кодов, 300 кодов. Это как с утра до ночи читать молитвы целым монастырем. Конечно, собирается такая энергия, что мы уже, как люди в матрице, имеющие энергетическую силу, щелчком пальца потом достигаем всего в своей жизни. Каким образом? Запросто. Деньги запросто заработали, запросто. Пришло запросто и так далее. А у окружающих людей такого нет. На них действует ментальный эгрегор, на них действуют сети мира, сети страны. Им тяжело, всем плохо и им плохо, всем еще хуже, им еще хуже, всем кирдык и им кирдык. И они будут четко знать, что это из-за этого. Вот я своей жене когда-то говорил, Соня, нет, мы другие, мы эзотерики. Нет, плохо, надо плохо, мы ум... Все, конец нам будет. Я говорю, вот увидишь, потом начал показывать, а не конец, все нормально. Сейчас она уже меня слышит и говорит, да, не зря мы читаем мантры, не зря мы занимаемся эзотерикой. Но те люди, которые не понимают вкус этого, но они не поймут. Мы не ориентируемся на этих людей, мы ориентируемся на своих. Когда человек начинает изучать дуйко, то он обычно думает так. А если я начну практиковать его семинары, и что-то пойдет не так, и будет очень плохо. Наоборот, станет хуже. Когда человек думает об этом, я обычно говорю, вы когда-нибудь пробовали, вы когда-нибудь видели, как дети начинают ходить. Так вот, каждый ребенок, который начинает ходить, обязательно многократно падает. Точно так же и в эзотерике. Когда человек начинает заниматься эзотерикой, то, как бы это ни звучало для вас, из огромного количества информации, один будет, один настроен получать только один пласт, а другой второй. Именно поэтому я часто рассказываю историю о двух одинаковых близнецах из одной семьи, которые решили посетить музей Версаль. Они пришли в Версаль, целый день ходили по залам, рассматривая живопись, рассматривая экспозиции, которые были выставлены. После этого, когда вышли, один говорит, да чего же красиво, так на меня повлияли эти картины. Я в восторге. А тебе понравилось? А второй говорит, да нет, мне не понравилось. А почему тебе не понравилось? Ну, потому что я смотрел на рамы, на всех рамах пыль, смотрел под диваны, везде пыль, грязненько, там вот отколото что-то, там еще что-то. Один пришел, живопись увидел, другой пришел, пыль на рамах нашел. Так и в этой эзотерике, наша эзотерическая школа, она ориентирована таким образом, что человек, который приходит и которым нужны деньги, он должен ориентироваться на философию. А тот человек, у которого уже есть тепло, чувство, семья, вот ему нужно читать коды для денег, тогда деньги увеличатся. А у нас происходит наоборот. Люди, когда бегут, им надо, и они все отталкивают от себя, то им нужна философия, которая начнет им говорить, с чего нужно начинать. С обучения того, что не нужно бояться, что нужно обнимать мир, что не все так плохо. А они что начинают делать? Они не отключили у себя возможности отталкивать этот мир, но они начинают его еще более толкать. То есть они боятся предпринимать что-либо, боятся сами что-то делать, боятся начинать, но читают и фигачат коды. А коды делают хуже. Почему? Ну как заставить человека начать предпринимать? Как заставить на человека шевелиться начать? Как заставить человека работать? А он не может. Почему? Потому что там нужно изменить философию. Проработать со страхами, проработать с любовью, проработать с теми, кто рядом находится и так далее. Очень часто это явление. Даже так бывает, что вот женщина мне написала, я вот с мужчиной живу, Андрей Андреевич, что мне делать? Дайте разобраться, у нас денег все меньше и меньше, меньше и меньше. Я уже об этом говорил, я могу сказать эти слова. Вы их просто не особо можете услышать. И те люди, которые сейчас тонут и куда-то бегут, они должны их знать, эти слова. Они выглядят так. Куда течет любовь, туда текут и деньги. А из чего начинается любовь? Первое. Когда вы ложитесь спать, вы ложитесь спать и закрываете глаза, то с кем вы остаетесь? Первое. С собой. А сколько времени с собой вы проводите? Первое. С собой все время. Вы с собой все время проводите? Да. Тогда кого нужно любить максимально? Люби себя на всех и в жизни ждет тебе успех. Тогда любите себя. Как проявляется любовь к себе? Гладьте иногда себя. Купайте иногда себя. Говорит, ты моя хорошенькая, ты моя солнышко, ты моя ласточка. Кому вы не нравитесь, у того нет вкуса. Любите себя. Любите себя маленького в себе. Не нужно к себе так строго. Иногда нужно и перед телевизором поваляться, и по улице походить. Да, и кнутом, и пряником, знаете, как говорят. Люби как душу, тряси как грушу. Так же к телу необходимо относиться. Почему начнете ненавидеть, закройте к себе поток такой? Любви. Почему? Но если вы есть камень, если вы есть камень ненависти к себе, то какой поток денег может прийти к вам? Второй. А еще рядом с вами находится кто? Кто создает вторые потоки? Смотрите. А вы там? Начинаете. С вами под одной крышей живут ваши близкие, вы начинаете. Ты какашка, ты подлез, ты сволочь, ты негодяй. Как ты за долба, ты вообще чума глаза. Орете, вредничаете, вы таращиваете глаза. У вас ко всем претензии, вам то плохо, то вы скисшие, то вы орете. То вы орете, то вам плохо, то вы скисшие, то у вас претензии, то вам плохо, то вы скисшие, то у вас претензии, то вам плохо, то вы скисшие, то у вас претензии, то у вас претензии, то у вас претензии. Ко всем лезете с чем-то, ко всем у вас претензии, при этом считаете себя ангелом мира, счастья, свободы, которым нужно наслаждаться. а мордочку свою в зеркало видели, а скисшую мордочку видели, а себя не видно со стороны, а на вас смотрят. Близким не улыбайтесь, близкими не обнимайтесь, близких не целуйте, близким все время там бла-бла-бла, ты плохой, ты плохой, делай так, я обижаюсь, все, ненавижу. К вам потом относятся как к придурку, потом на вас смотрят и думают, боже, какой он токсичный человек, какой он токсичный человек. Что вы сделали? Вы не любите себя, первый камень, любовь к вам не течет. Второй камень, люди, которые живут с вами, тоже вас не любят, а нужно для них что-то делать, чтобы они любили, за ручку подержать, комплимент, сказать веселую историю, прикоснуться, обнять, поцеловать хотя бы, чтобы хоть намек был на то, что вы соучаствуете в этом процессе совместной жизни, где есть все-таки уважение, любовь, где есть все-таки радость, чувственность и так далее. Оно должно быть. А как обычно бывает, мужа ненавижу, муж придурок, пошла, пошел. Дети пошли, пошла сама, толстая там срака и так далее. Дальше. Дети ненавидят, близкие ненавидят, свекрухи тещи ненавидят, знакомые ненавидят. Какие деньги? С чего вдруг деньги? А зато я кошкам помогаю, а зато я помогаю собакам, а зато я миру помогаю, а зато я людям там подаю или еще что-то. Да, люди, скорее всего, вы подали людям, и человек говорит, ой, какой молодец, ой, такой, так, привет, какой же молодец, такой вот хороший человек. Такой же молодец. И начинает вот эта вода денег вам течь, а у вас перед вами находятся, первый забор это вы, второй забор это ваши близкие, которые вас ненавидят. И третий забор это люди, которых вы оскорбляете где-либо, это тоже заборы. То есть человек сказал, да, он там киданул, сволочи, вот вы, ментально там у вас забор. То есть, да, хорошо, но стоит столб, волнорез. И вот этот волнорез, какой волнорез, триггер. То есть вы там киданули, обманули, сказали, много людей считает вас под лицом, обманщиком, аферистом, душегубом и ненавидит вас и так далее. Все, энергия эта стоит. И здесь надо либо мега-любовь по отношению к вам. Тогда волны будут такими большими, что они через вот эти столбы будут перелетать. Я там, женщина говорит, я там не особо его люблю, он меня не особо. А почему? Ну потому что она там на одних смотрит, он на других. А надо бы смотреть на близких. Надо бы смотреть на близких. А вот как найти вот эту любовь, с этого нужно начать. Чего денег нет? Боль любви нет. Дальше. Часто люди, которые начинают изучать эзотерику, они думают, вот я зря потрачу время, я потеряю время и так далее. Время, деньги. Но дело в том, что деньги это автомобиль. И для того, чтобы автомобиль построить, необходимо знание. И вот как строить вот этот автомобиль, знания все-таки необходимы. Поэтому для того, чтобы заниматься эзотерикой, и нужно ли заниматься эзотерикой, на это нужно тратить время. Вот человек говорит, я занимаюсь каждый день, я занимаюсь каждый день с утра до ночи, практикую по 6 часов. Ну, я очень поздравляю, очень поздравляю. Потом я на этого человека смотрю, вот он 6 часов посвящает времени, какие коды читает. Мне человек говорит, я читаю коды в основном, которые связаны со славой, почетом, уважением, привлечением в жизнь, материального благополучия. Я правильно все делаю, правильно все делаешь. А кто тебя любит? Меня все любят, а я бы не стал. Почему? Ну, потому что за собой не следит. Запах от человека нехороший. Видно, там жена не хочет за ним следить. Почему? Потому что жене все время говорит, толстая ты там, ты не такая, у тебя волосы не такие, у тебя глаза не такие, ты корявая и так далее. Она с ним спать не хочет. Она спать не хочет, он на других девок смотрит, и там другим девкам клеится, и ищет что-то, может даже посещает там, как там говорила в свое время, одна тетя, может даже кого-то там посещает, которая потом кричит, не виноватая я, он сам пришел. Ну, и человек читает вот эти коды, читает их с утра до ночи, и сам себя не любит, близкие его не любят, людей, которые бы его любили, нет. Ну, и я поэтому часто говорю очень, знаете, вот мне очень жаль. Я даже когда-то сидел во время медитации, даже внутренне расплакался, знаете. Почему я расплакался? Я могу, это очень давно было, когда я занимался еще поиском себя, духовным поиском. И когда вот эти мысли приходили ко мне, это было, ну, 20 лет назад, наверное. И выглядело это приблизительно так. Человек 40 лет, он, когда он там, его воспитывали родители, там отец выпивал, мама там не могла за ним смотреть, за этим человеком. Там дать они ничего не смогли, допустим, там, мужчине или женщине. Ну, и там кто-то поступил в училище, в техникум, в институт. Проучились в институте, прожили в общежитии, жизнь была тяжелая. Выскочили, а бы за кого замуж, знаете, и так далее. Там замуж, детей родили, друг друга не любят. Знаете, может, и любят, непонятно, никто там. И потом человек там, жена мужа не любит, муж жену не любят, дети этого мужа не любят, выросли и так далее. А он как бы одинок, его вообще никто не любит. Вообще никто не любит. И у него надежда, а он бухает. Ее никто не любит, кроме детей. У нее хоть шанс есть какой-то, она хоть как-то притягивает. И дети могут не любить. И здесь такой нюанс, кто же может в этом всем помочь. И я потом понял, что должны помочь родители. Человек сам для себя должен нарисовать внутреннюю картину жизни, в которой он должен понять, что его родители, несмотря на то, что там плохо ему было или хорошо, хорошо к нему относились или плохо, любили его, дали ему что-либо или не дали, это все нужно простить. И считать, что они самое лучшее, что было в жизни. Почему? Плохо или хорошо относились, все равно там чувства были. И вы заперли эти чувства тем, что вы поставили там ком недоверие. И первая любовь монументальная, она должна течь кармически от родителей. Одни старые любили других старых, те старые, еще тех, кто старее. А потом родился кто-то и обиделся. Я обижаюсь, родители ничего не дали, сволочь, с ними общаться не буду, всегда плохо ко мне отзываю. Зачем тебе это? Считайте, что они самые лучшие, самые золотые, самые родные. И вот тогда начинается поток. Вот это и есть кармическая энергия, и это и есть родовая сила. Вот она, вот она родовая сила. Вот так она включается. И мой дед был прекрасным. Даже придумайте, я даже когда-то технику такую соорудил и ее давал. Я говорил, сегодня родился самый счастливый человек. И больше всего на свете его любят мама, королева Англии, и папа, король там, Карл Великий. А если можете, то своих можно представлять и обожать. Это важно, открыть вот этот поток. Тогда энергия начинает течь от рода. И тогда она смывает вот эти прегрешения, которые потом вдруг жена начинает хорошо относиться, вдруг не хочется искать кого-то там на стороне. Все нормализуется, все становится в своей ниши, все друг друга начинают обожать, вокруг становится, появляется материальное благополучие, дети начинают любить. Это не кубики, это не шарики, это философия. Да? Именно поэтому я часто говорю такие слова. Вот человек говорит, я там очень долго занимаюсь кодами или читаю мантры и так далее. Это великолепно. Это великолепно, потому что вы построили очень хороший автомобиль. Вам нужно просто его включить. А ехать он будет только на энергии, которая к вам течет. Эта энергия к вам должна течь. Эта энергия любви к вам. Почему у меня все получается? Вы меня любите. Меня любит жена, меня любят дети, меня любят собаки. Меня любят мои ученики. Почему ученики любят? Я стараюсь для них. Каким образом? Помимо платного, бесплатно выкладываю. Подарки дарю постоянно. Я к ученикам, я еще стараюсь участвовать в их жизни. Каким образом? Читаю для них молитвы, читаю для них мантры. Каждое утро отрабатываю и ставлю программы, потому что школа большая, я ее должен поддерживать. Вы берете у меня при этом прибежище. Я со своей стороны тоже стараюсь максимально обожать своих учеников. Я прямо обожаю своих учеников. И тоже с моей стороны течет любовь. Таким образом, мы между собой объединены. Одни одним любовь дают, другие другим любовь дают. У нас хотя бы такая любовь. Единственное, что открыть надо еще от родителей. И рядом тоже все сделать. И найти еще любовь, которая дается нам окружающим миром, Богом. Осознанно воспринимать, что то, что мы делаем, а делаем мы жизнь, живем, это тоже любовь, только божественная. И она по отношению к нам течет. Это важно. Любовь не надо давать. Любовь нужно ощущать и принимать. Боязнь негативного влияния на психическое здоровье. У многих людей возникает такое ощущение, что они начнут изучать эзотерику, откроют ясновидение и побегут там всевозможные ангелы, черки и так далее. Это мифы на самом деле. Почему миллиарды, миллионы людей читают гороскоп и не сходят с ума? Миллионы и миллиарды читают последние новости политические и сходят с ума. Так что теперь? Почему же они не боятся смотреть плохие или хорошие новости политические и сходить с ума? И боятся посмотреть новости, которые связаны с эзотерикой или с паранормальным. И им так страшно, что они боятся прямо сойти с ума. Наша школа, она наоборот, помогает человеку справиться как раз с психологизмом, и помогает человеку справиться с вот такими психическими завихрениями, помогает человеку стать все-таки более осознанным, более таким продуманным и более теплым. И помните, особым таким куском или шанкером шла у меня идея доброты. Почему я говорю все время, что нужно быть добрым? Доброта является квинтэссенцией элемента любви к себе. Когда человек любит себя, то он добрый. Почему? Я люблю себя, поэтому я добрый. Я люблю близких, поэтому я добрый к ним. Я люблю людей, поэтому я добрый к людям. Почему? Потому что если человек... Смотрите, вы любите собаку, которая вас кусает? Ответ такой нет. А если собака начинает лащиться, вы любите ее? Ответ такой да. А если собака облизывает ручки, вы хотите ей что-то дай? Ответ да. Так жизнь устроена. Поэтому доброта является основным критерием того, чтобы любовь по отношению к человеку шла. А так человеку любовь не идет никого. А он говорит, зато я ее буду дарить. Вот я люблю тебя, человечище. Я люблю тебя, дарю тебе любовь и благословляю. Чем ты благословляешь? Тем, что ты злобный такой человек или злой такой человек. Тогда твоя любовь это зло. Тогда ты благословляешь своим злом на зло других людей, чтобы в их жизни было зло. Поэтому я часто говорю, не надо просто так кому-то дарить любовь. Почему? Недобрые вы люди. Недобрые. Я даже иногда замечаю, что люди, которые, допустим, ходят в церковь или люди приезжают в гости. Такая история была. Приехали в гости семейная пара. И у них отношения, когда они сидели за столом, были настолько красивые и настолько прекрасные. Там ты мой птенчик, ты моя пташечка, ты мое солнце, там ты еще кто-то. Ты там цвет моих очей. Люблю только ее. Она там самая дорогая. Для меня она там больше нее никого нет. Я обожаю только ее. Он самый прекрасный, самый умный. Он такой молодец, там знаете и так далее. И у меня не синхронизируется, потому что я энергетически их воспринимаю по-другому. А как по-другому? А потом по-другому я увидел. Мы куда-то выехали вместе, отдыхали. И я нечаянно услышал их разговор где-то. Они друг друга так, так ненавидели во время этого разговора, что у них каждое слово их общения, оно было связано с матом. И ты такая, ты такой, пошел ты, пошла ты там. И это двуличие. Конечно, они ходят в церковь. Они приходят в церковь, и они там создают вид благочестивых, мега-хороших, тотально добрых, прекрасных людей. Но это не так. Почему? Знаете, я уже говорил и хочу еще рассказать. Как определить в человеке духовность? Если вы идете по улице и видите человека, которого хочется подойти и обнять, значит, перед вами находится духовный человек. Если этого человека не хочется обнять, значит, он не духовный человек. Что такое красота человека? Красота человека – это кармическая передача духовности. Это кармическая передача духовности. В случае, если человек добрый, все были счастливые, были добрыми, развивали духовность вот такую, друг друга обожали, и дети рождаются потом очень красивыми, они нравятся людям и так далее. А потом такие дети, они это растрачивают. Как сделать ребенка сейчас уже, взрослого, красивым? Даже если там, как сделать так, чтобы там девочка не нравится мальчикам, что необходимо сделать? Не может выйти замуж, что необходимо сделать? Необходимо к ней проявлять максимальную доброту. Максимальную. Прямо вот ты, ты мое солнышко, и ты мой зайчик, и ножки у тебя красивые, и глазки красивые, и рыбка ты моя. И давай я тебе вот это сделаю, и давай я тебе яичко сделаю, и давай я тебе помогу с этим, и вот это сделаю, и вот это. Я когда-то одной женщине сказал, она говорит, дочь не может выйти замуж. Я говорю, а где живет дочь? Она живет отдельно, я отдельно. Ну приедете дочери, и максимально, как я вас научу, ухаживайте, прям вот за всем. А у нас такое так не принято. У нас вот взяла тряпку, и там, я говорю, а вы сделаете так. Вот она месяц пожила, и через месяц дочери сделали предложение. Что-то не туда ушел сегодняшний наш вебинар. С наступим, с наступающим праздником вас с днем учителя. Да ладно, шо, опять? Знаете, я всегда говорю, спасибо, не булькает. С праздником не булькает. Я всегда говорю, вот, всегда говорил своим знакомым. Вот у меня ребенок, у него было день рождения, ему исполнилось там 25 лет. И я своей жене говорю, поздравить, конечно, можно, давай мы ему дадим денег. Почему? Он уже взрослый, надо ему, имущество у него свое есть, квартира своя есть, давай дадим денег. Так, тем более он уже достаточно подготовлен к тому, чтобы правильно вкладывать. Пусть занимается бизнесом. Почему? Любишь, дай денег. Вот так. А там, мы тебя благословляем, спасибо, ну, зачем это? И у нас тоже очень много, знаете, там, пишут в группах Аспи, Спири Рой Ри Роя, там, пишут, там, желаю всем любви и так далее. А злой человек, злой такой сидит прямо, злой ненавидит, знаете. И эти плохие, эти плохие, эти влияют, с этими не общайтесь и так далее. Злой, злой. Не надо быть злым. Зачем тогда читать Пири Рой Ри Роя? Зачем это вам? Не надо? Зачем? Если в сердце нет тепла, если в сердце нет добра, зачем это? Можете ли на картах погадать? Погадай-ка мне, цыганка, расскажи за все, гадалка. Карты не лгут, не лгут. Каждый сын это знает, если мама погадает. Нет, я сегодня на кофе гадаю, поэтому... А кофе я уже пил, так что, пожалуйста, извините. Пожалуйста, пожелайте удачного дня. Желаю вам удачного дня. Первая ступень и семинар. Пантеон индийских божеств дает мне силу и смелость. Вы молодец. Пусть все получается. Наталья Викторовна, скажите, пожалуйста, ваше мнение о тензорных кольцах дякую. Я не знаю, что это такое. К сожалению, я такой информацией не владею. Андрей Андреевич сегодня у моей жены Юлии сегодня день рождения. Может, ее просто поздравить. Уважаемая Юля, жена Дмитрия Николаевича, поздравляю вас искренне с вашим днем рождения. Смотрите, какой прекрасный человек ваш муж. Он вас любит. И в вашу сторону текут деньги. А вы любите его иногда. И в его сторону тоже. Поэтому пусть все будет хорошо. Человек должен различать для себя эмоции и чувства. Так можно обидеться на секунду, но любить всю жизнь. И вот найти человека, который любит, это не найти человека, который создает эмоцию любви. Смотрите, эмоция любви может быть такой. С женщиной прекрасная постель. Пришел мужчина и с женщиной переспал очень хорошо. И она влюблена. И такой он хороший. Он еще и смс-ки написал. Я тебя люблю, обожаю, ты самая лучшая. И она влюблена. Голова у нее кружится. Она только о нем думает. Там Саша, Алеша, Петя, Вася. Такая любовь, такая любовь, прямо такая любовь. Он после этого написал ей сообщение. И она ему через неделю надоела. Она ему надоела. Почему непонятно? Ну и понятно. Но это как бы не тема этого разговора. И все. Или второй вариант. Вот он там спит с ней хорошо и так далее. Но относится к ней, знаете, как можно относиться. Такая была история интересная. Мужчина один наш в школе, Кайлас, познакомился с девочкой в нашей группе, которая проживала в большом городе. И вот он из маленького города или села поехал к ней, сел у нее на шею и прожил там на ее шее полтора или два года. При этом деньги брал и тратил налево-направо. И так далее. Потом не захотел с ней жить. Оставил ее и поехал к себе домой. И о чем здесь речь идет? И скорее всего она была влюблена в самом начале. Почему? Ну он с ней спал там. Когда человек вот так. И к чему я это говорю? Эмоция, она не связана с любовью. А любовь это когда мужчина к женщине и женщина к мужчине относится как будто это его еще один ребенок. Вот это любовь. Когда хочется открыть дверь, закрыть дверь. Когда хочется там купить что-то, принести, порадовать. Знаете, когда зайчик конфетку принес. Когда на ночь обнять. Когда там позаботиться о здоровье. Это любовь. А там не чавкай. Сколько можно? Не чавкай. Это эмоция. Ну и не чавкай, не чавкай. Чавкайте дальше. Эмоции может быть. Это как бы у человека усталость накапливается. Бессонница. Геморрой. Там почка больная. Давление поднялось. Там волосы выпадают. Или еще что-то там. Климакс наступает. Месячные. Желудок там повышенная кислотность. Неприятности. Но это просто эмоции. Отличайте эмоции от любви. Если человек долго живет. Может ли человек долго жить и любить? Сам этого не понимая. В большинстве своем так происходит. А теперь небольшие такие нюансы. Вы знаете, что любовь это энергия. Которая дана человеку. И очень часто человека дают ему того человека. С которым он мог бы быть счастливым. Но нужно осознать ту любовь, которую создает человек. И здесь важно принять эмоции, но найти любовь. И отличать секс этой эмоции. Крик этой эмоции. А где она любовь? А любовь это проживание с этим человеком. Любовь это когда вы думаете о нем. Когда вы его хотите укрыть. Когда вы носки хотите одеть. Когда вы в мужчине видите ребенка. А в своей женщине ребенка. Своего. И в маме. Так что Дмитрий Николаевич и ваша жена Юлия. Я поздравляю вас с таким прекрасным праздником. Эвито каун таускайте. Вы что-нибудь знаете про тесты 5G интернета. Если говорят специально. Настроили вибрации против людей. Будет болеть больше людей. То тарелками пугают. Дескать подлые летают. То у нас собаки лают. То картины говорят. Это такая особенность. Она создается в виде информационного такого вброса. Когда вброс такой. Какие были вбросы очень глобальные. Когда-то был вброс такой глобальный. Который говорил о том. Что над территорией Советского Союза. А именно от Североморска до Мурманска. Находится озоновая дыра. После этого весь мир начал выпускать баллончики. С высоким содержанием вещества. Которые блокируют появление озоновых дыр. Со временем. Спустя годы. Несколько лет назад. Я решил эту тему изучить. И решил все-таки проконсультироваться. С специалистом. Экспертом в области атмосферы. И в области как раз озона. И всей вот этой штуки. Который сказал мне. Что это была маркетинговая компания. Потому что таким образом. Маркетингово раскручивали идею. Чтобы люди пользовались баллончиками. А не вот этими спидстиками. И почему? Потому что их легче готовить. Они дешевле стоят. Тогда их запустили и так далее. Или наоборот спидстиками лучше. А вот это. Чтобы не покупали вот эти баллончики. И так далее. Люди привыкли пользоваться баллончики. А нужно было всех перевезти на спидстике. И придумали некое положение. При котором сказали. Что есть озоновые дыры. И я хочу вам сказать. Озоновых дыр никогда не было. Это все обман. Также никогда не было никаких веществ. Которые могли бы создать влияние на озоновые дыры. Также я хочу вам сказать о глобальном потеплении. Его нет. И не будет. Это все вбросы. Мир точно так же разговаривал с человеком. Математиком. Который изучал максимально всю систему колебаний. Температуры. Которая может появляться на земле. Который сказал. Что амплитуда колебания. Он говорит. Как что-то может изменяться. Теплеть или холодать. Если эти колебания. Они имеют определенные четкие установленные глобальные элементы. Какие это глобальные элементы. Это солнце. Это ось земли. Это там соседние планеты и так далее. И они настолько глобальные. Что сместить что-то там с ними сделать нельзя. Как же человечество. Оно там коровы дышат. Люди дышат. И там тотальное уничтожение планеты земля и так далее. Он говорит. У тебя есть перхоть? Я говорю. Ну у меня нет. Я тогда лысый был. Он говорит. Вот смотри. Перхоть на твой организм не действует. То есть даже если она будет засыпана. Все твое тело. Оно будет некрасивым. Но оно никаким образом не подействует. Ни на твою печень. Ни на твои суставы. Ни на что. Поэтому человечество. Со всем что делает человечество. Это просто перхоть на земле. Оно не влияет ни на температуру. Ни на какой-то баланс. Ни на что. И человечество слишком преувеличивает свою значимость. Когда говорит там русло, реки и так далее. Этому миру люди не страшны. И уж точно на этот мир люди обычные повлиять не могут. Даже если взорвут в один день вообще все, что можно взорвать. Виталий Левощенко. Добрый вечер Андрей. Приятно на вас. Да ладно. Это любовь. Леся Барановская. Андрей, скажите пожалуйста, как долго нужно практиковать дыхание ребюфинг, о котором вы рассказывали на прошлом заседании. Месяц или год? Ну месяц хотя бы. Я сегодня в телеграм-канале нашем показал, каким образом нужно дышать. Это 8 циклов по 8. Когда смотрите на символы. Переходите в мой телеграм-канал обязательно и участвуйте. Я там бываю каждый день и что-то новое обязательно публикую. Кстати, я хотел у вас спросить. Есть ли у нас здесь люди, которые понимают, что такое CRM? Что такое CRM? Это создание постов, публикация постов в каналах Instagram и Facebook. Если вы такой специалист, то я хочу вас нанять к себе на работу. Мне нужно для трех моих аккаунтов в Facebook и пять моих аккаунтов в Instagram необходим специалист в области CRM. Требования. Умение работать в фотошопе или в программе Canva. Предпочтение Canva. Умение работать в редакторе видео. Умение и знание, как скачивать видео и как публиковать их через Facebook, Beta Studio, в Instagram. Умение пользоваться чатом GPT. И знакомство с эзотерической школой в глобальном таком понимании, где вы можете сказать о семинарах или знать об эзотерике, умение писать статьи красиво, которые связаны с нашей школой КЛС и так далее. То есть введение полноценное моего канала. Я тоже сам постоянно буду участвовать. То есть 3-4 статьи в неделю пишу сам. Все остальное каждый день поддерживаете вы. То есть это публикации, это посты, это постоянная работа. Мне такой человек нужен. Если вы такой человек, напишите мне в Telegram. Ирина Цайн, обожаю Gucci, Gucci рулит. Согласен, я тоже люблю Gucci. Вам так и... Да ладно. Идет, так идет. Завтра, кстати, собираюсь ехать в магазин Gucci. Book Hill. Представьте спросить. Нам предлагают квартиру купить в Италии. Стоит ли нам ее покупать? Будет нам она на счастье. Спасибо вам большое. Да, стоит. Людмила Павлова. Хочу переехать из Норвегии в Германию. Это правильное решение? Правильное решение. Как на вас можно подписаться в TikTok? В TikTok? Собачка, потом Д, дальше У, дальше буква русская, У, К, И, О, и нижнее слэш, подчеркивание, нижнее подчеркивание. ДУ, И, КО, нижнее подчеркивание. А сам мой канал ищется как в TikTok, как Андрей Дуйко. Их там пять у меня. Ученица семи ступеней. До сих пор не могу принять, полюбить себя. Отношусь к себе как к роботу, выполняющему разные функции. А это уже проклятие, знаете. Говорите, тюх, какая разница? Неполноценность, полноценность. Не морочьте себе голову. Уже в таком возрасте слишком думаете об этом. Себе говорить и я ни при чем. Кому я не нравлюсь, у того нет вкуса. Я самое красивое. Здравствуйте, Андрей. Андрей, скажите, если корректно на заседании РТИ у меня банк заберет имущество или получится оформить процедуру банкротства? Плохо идет информация не в вашу сторону, Лариса. Сори, что я это говорю. Но все равно пробуйте. Здрасте, дорогой честь, здрасте, друзья мои. Ну что, а будем мы заканчивать? У нас уже 19.13. Понравилось сегодняшнее заседание? Интересные получились у нас темы. Обширные, такие глубокие, густые, теплые. Очень интересно все получилось. Тема была открытая. Можем даже заседание это опубликовать сегодня. Можно сделать его так, чтобы оно было открыто не только для учеников ИРТИ, а также еще и для людей, которые его посмотрят в Ютубе. Что было сегодня? Я рассказывал, почему хорошо обучаться в школе, почему появляется, как бы говорил о том, что человеку, почему появляются близкие, которые не хотят нам верить, что эзотерика это правильно или неправильно. Ну и эти темы были, я думаю, всем интересны. Квартира в наследство досталась продавать или ремонт сделать и сдавать? Ремонт сделать и сдавать, да. Не торопитесь продавать, сейчас и цена будет неинтересная, а ремонт сделайте, будете сдавать, а потом продадите дороже. Ну что, будем заканчивать. Сейчас я тогда вот так. Зайду сейчас на трансляцию, начатаю трансляцию. Я желаю всем успеха, пусть у всех людей, которые смотрят сегодня ИРТИ, будет в жизни счастье, радость. Хочу еще раз напомнить, что сейчас идет набор на марафон 11. Марафон 11 это уникальная система и возможность сделать так, чтобы дать мне возможность над вами и вашим здоровьем поработать. Обязательно приходите на марафон 11, я буду все это время во время марафона работать над тем, чтобы вы выглядели моложе, чувствовали себя лучше и выздоравливали, и избавлялись от всех ваших заболеваний. Еще раз большое спасибо и до свидания.